Здравствуйте! В эфире «Город Иса» Татьяна Дмитриева. Как сделать жизнь жителей района интереснее и разнообразнее? Что может организовать молодежь? Об этом говорим сегодня с представителями общественного молодежного совета при администрации Ленинского района Самары, председателем Алексеем Сатонином, заместителем председателя Татьяны Зубенко и секретарем организации Екатериной Кузьминой. Здравствуйте, Татьяна Алексея Екатерина. Ну давайте начнем с того, как вы организовались, как это произошло, в связи с чем и когда. Почему возник такой отдел, общественный совет, общественная такая организация? Давайте, наверное, я начну. Дело в том, что образовались мы не так давно, в мае 16-го года. Вот в администрации Ленинского района зародилась вот такая идея – создать молодежный совет. В принципе, по всем районам, то есть этот год создавались молодежные парламенты, молодежные парламенты, а в нашем районе решили создать совет. Был проведен конкурс, была разослана везде информация, и от разных учебных заведений, вузов, СУЗов, школ, были представлены кандидаты. Самые лучшие были отобраны, ну, собственно, и прошло первое заседание у нас в мае, и организовался совет. А сколько вас сегодня, на сегодняшний день в совете? 14 постоянных членов и около 40 людей у нас в резерве. Вы сами как-то связаны с Ленинским районом, Алексей? Да, обязательно. У нас, в принципе, все члены совета – это люди, которые либо работают в районе, либо живут в районе, ну, либо как-то вот связаны с этим местом. Понятно. Татьяна, как вы связаны с этим местом? Как сказал Алексей, почему вы вдохновились такой идеей, как вообще они узнали, услышали, почему вы решили присоединиться? О идее я узнала от председателя профессиональной организации своего учебного заведения. Какого? На данный момент это архитектурно-строительный институт при Самарском государственном техническом университете. И очень сильно понравилась данная идея, так как хотелось влиять не только на жизнь университета, не только на жизнь студентов, но и на весь район в целом. Хотелось бы, конечно, двигаться дальше и выходить уже на уровень города и даже области. Да. А в университете вы занимаетесь такой общественной деятельностью, получается? Конечно. Я являюсь председателем факультета и руковожу небольшой группой людей, которые являются моим активом непосредственно как и в университете, так и в совете. Понятно. Екатерина, вы тоже активная общественная деятельность? Да. Я являюсь председателем студенческого совета Международного института рынка, который находится как раз в Ленинском районе. И поэтому информация до нас доходит в первых рядах, скажем так. А так как взаимодействие с молодежью очень близко, то и Самарский государственный технический университет нам прислал заявку о том, что мы можем попробовать себя в роли кандидата в общественный молодежный совет. Мы прошли конкурсный отбор и вот, к счастью, мы уже там. Да. Что у вас за задачи? Вот, наверное, каждый, кто приходит в какую-то организацию общественную, и ставит перед собой какие-то определенные цели, задачи и личные, и общественного плана. Вот вы что хотите в этом совете сделать? Ну, можно начну я? Давай, спасибо. Вообще, изначально, наверное, у каждого из нас были какие-то личные цели, потому что каждый из нас приходит со своим проектом, который хотелось бы реализовать на базе района. И со временем ты вливаешься в эту систему, в работу, и хочется продолжать облагораживать наш район, проводить какие-то развлекательные мероприятия и вливать молодежь в политическую жизнь нашего района. Ну, Алексей, а у вас какие планы и задачи? Ну, на самом деле, в целом, изначально был поставлен ряд задач. Это, естественно, классические задачи для любой молодежной организации. Это и повышение гражданской позиции людей, и вовлечение молодежи в разные, так сказать, сферы. А кто эти задачи ставил вам? Это вот не сам совет определен? Нет, мы все вместе выработали. Или с руководством района? Все вместе мы советом выработали. Советом. Да, при поддержке администрации. Но на самом деле, основная задача, это у нас все-таки самореализация. Вот бывает у человека какой-то проект, идея. Где реализовать, через кого? Бывает, у себя не получается. Ну, поэтому, в принципе, у нас дверь для всех открыта, неважно, в каком-то районе. До сих пор. Где-то учишься, конечно. Мы принимаем людей. И очень просто у нас все. Есть идеи, есть проект, приходишь, мы поможем, обсудим, дорабатываем, принимаем и реализовываем. То есть, вот так. Ну, послушаем Екатерину тоже. Что вы хотите? Я соглашусь с Алексеем, мы все всегда работаем в команде, и поэтому иногда у нас возникает идея создать какой-либо проект, реализовать ту же акцию по пропаганде здорового образа жизни. И, к сожалению, одному собрать достаточно большую инициативную команду нам очень сложно. А ребята в Ленинском совете нам не только помогают физически что-то помочь, перенести, они также создают полную концепцию этого проекта, и мы его реализуем уже с поддержкой администрации. Да, понятно. Ну, чтобы оценить эффективность вашей работы, как вы сказали, не так много времени прошло с момента образования, расскажите о том, что уже сделано, какие проекты реализованы. А нам помогут, наверное, фотографии, тоже мы попросим режиссера показать, а вы можете уже комментировать. Вот, если можно, вот Алексея мы уже видели. Это наш первый проект, да. Акция гражданин, такой проект. По всему району были расставлены у нас пункты, и ребята, заранее зарегистрировавшиеся на велосипедах, перемещались и выполняли разные задания. Ну, у нас за них конституция, конечно, Российской Федерации. Дальше мы вот можем видеть этот день донора. Мне кажется, Екатерине это близко, да, вот почему-то тема здоровья. Да, потому что заканчивал в своем время медицинский кольч, и мы понимаем, насколько важно нам поддерживать и Министерство здравоохранения, и департаменты, и совместно с ними проводим вот такие постоянные акции. Здесь мы можем увидеть день дружбы, день соседа, когда мы проводили непосредственно на территории района небольшой праздник для жителей. И опять Алексей. Да. Участник всех мероприятий. Да, дело в том, что у нас такой совет, у нас все такие кадры, у нас и победители студента года, и вот Екатерина народного признания. А вот здесь, кстати, вот наше, наверное, самое главное достояние, Тасьяна, расскажите. Мы выбрали участок для облагораживания, находится он напротив торгового центра МИКО, личными силами засыпали землю, облагородили, засадили, все по собственному дизайну. Да, да. Это вот спортивная направленность наших мероприятий, замечательный, самарский чемпионат по пляжному регби, который мы делали, это будет вот из таких долгоиграющих проектов. То есть повторяться каждое лето будет, да, вы планируете? Значит, удачно прошел первый, да? Мы, собственно, делаем ставку, да, на проекты, которые не раз провели и забыли, что это, где это. У нас именно такие долгоиграющие проекты. Да, знаете, что меня поразило? Очень много направлений. И гражданская активность, и благоустройство дворов, и здоровье, и спорт. Удивительно, вот вы сами как представляете, какая у вас такая картина мира в масштабе района? Вот что нужно? Вот соседи, мне тоже проект очень так зацепил, да, потому что хочется людей объединять, чтобы они были добродукты. Да уж, неблагожелательнее, да, объединялись и как-то вот несли тоже добро. Расскажите вот ваше видение, что нужно в первую очередь? Какие направления реализовывать? Вот даже вот приносит вам проект, допустим, как вы отбираете, нужен он или нет? По каким своим вот параметрам? Что важнее? На самом деле мы, у нас нет такого. Вот это плохой проект, а это хороший. Хороший мы возьмем, а вот это вот, извините, это вот еще разряда фантастики. У нас такого нет. Мы, во-первых, принимаем все, все можно доработать, все можно переработать. И никогда не ставили акцент на чем-то одном, потому что вот когда начинаешь, например, вот давайте спорт, углубляешься в спорт, все про остальное забываем, не делаем. Нет, абсолютно равнозначно на все ставим акценты. То есть вот так, никаких критериев нет. То есть разнообразие, это тоже важная составляющая. Вот, Екатерина, что вы можете дополнить? Что важно, вот что нужно сделать? Вот именно от молодежи, потому что взрослые, да, они по своему пути идут. Молодежь, у них как-то другое видение. Самое главное, чтобы вот каждый житель района понимал, насколько он дорог именно в своем районе. Чтобы не было такого, что ты живешь где-то в промышленном, учишься в советском, а идешь работать в Ленинске. Да, это, конечно, хорошо, ты знакомишься со многими жителями, общаешься и прочее, заводишь друзей. Но дело в том, что мы хотим сделать как маленький родной городок, чтобы ребята друг друга знали, могли найти свои интересы в том же районе. Даже молодежь должна сплотиться так, чтобы у них возникла идея что-то воссоздать в своем районе, например, детскую площадку, и они могли обратиться к нам за некой помощью, а мы бы уже воссоздали это в реальности. Да, Татьяна, вот вы что думаете по этому поводу? Очень интересная мысль, чтобы район был ценностью, чтобы люди... Вот лично я житель Ленинского района, мне он так нравится. Вот я вот одна хожу с этим чувством, что-то мне нравится. А нужно, чтобы все это чувствовали, понимали. Но важно, чтобы что-то было, чтобы это оценить, и чтобы это нравилось, и чтобы вы испытывали чувства хорошие к району. На самом деле, именно к этому мы и стремимся, к тому, чтобы людям нравилось жить в районе, чтобы нравилось работать, нравилось просто приходить погулять. Именно поэтому мы ждем абсолютно всех желающих. Критерии о том, что ты должен работать или учиться в данном районе, они уже снимаются, потому что мы ждем различные интересные проекты, которые будут реализовываться с нашей помощью, с помощью районной администрации. Да, и на протяжении нашего эфира выходит строчка с телефоном и с контактами, куда можно электронный адрес, куда можно тоже прислать какие-то свои предложения. Но я надеюсь, что вы представлены в социальных сетях, да? Как вас найти там? У нас есть, наверное, сейчас двигатель прогресса – это контакт, основная социальная сеть. И у нас там не так давно создана группа, потому что мы как бы долгое время работали, не на публику, работать для себя, понять, можем ли мы, чего мы можем, чего мы достойны. Без ложной скромности можно сказать, что мы добились реальных успехов и вот теперь создали группу ВКонтакте. Там у нас открытое обсуждение, фотографии, все молодежные новости вообще, в принципе, мы стараемся фильтровать и там выкладывать. Поэтому рады людям, которые будут посещать. Да. Я знаю, что вы даже рок-концерт устраивали на набережной или где-то, да, такой вот небольшой. Вот что это была за идея? Потому что рок – это, ну, не для всех, прямо скажу. Почему вот вы решили вот именно вот это продвинуть? Заключительное время было. Тогда у нас близился День города. И вот в рамках вот этого Дня города мы решили строить несколько районных праздников. Во дворах. И вот в рамках этого, Краснонабережной, мы решили вот такой как бы концерт замутить. Рок-концерт. Ну вот какие-то были отзывы? Вы чувствовали, что публику привлекает, что так все хорошо прошло? Как вы это оцените? Вообще получилось так, что как раз-таки направление, которое мы выбрали, именно рок-концерт. Изначально мы предоставили площадку для групп малоизвестных, показать себя, привлечь к себе публику. А также нашли большие отклики от жителей района, от людей, гуляющих по набережной. Людям очень понравился данный концерт. И мы потом слышали отклики как бы и в соцсетях о том, что хотелось бы почаще таких мероприятий. Да, ну замечательно. Я хочу услышать от вас об одном проекте или мероприятии, которое за это время лично вам больше всего понравилось. Екатерина, вот вы какие проекты запомнили? Вообще выбрать самый-самый яркий проект, конечно, невозможно. Или направление, которое вам близко. Потому что каждый проект – это для нас создание некого такого идеального образа, некого идеального результата, который, ну, сейчас, конечно, не могу не заскромничать, мы достигаем. Потому что мы пытаемся воссоздать такую красивую картинку, которая есть на самом деле. Вот, например, скоро у нас близится создание Бала. Да, я вот сейчас раскрою такую небольшую тайну. В котором пройдет в стиле 17 века, все будут в роскошных платьях, да, с красивой классической музыкой. От рока к балету. Конечно. К классическим танцам. Мы готовы найти самые разнообразные вообще проекты и реализовывать их. Так, давайте еще раз повторим, когда это будет, кто станет участником, кому нужно готовиться, кто может в этом поучаствовать вообще. Ну, совсем скоро у нас выйдет афиша данного мероприятия, поэтому мы сейчас пока оставим небольшой секрет по этому поводу. И когда только у нас появится данная информация, снова ребята ее могут увидеть и в социальных сетях, и в самом городе узнать данную новость. Да, ну, вы подтверждаете, да, вот свою разноплановость, разнообразие – это очень, на самом деле, большой плюс. Таня, какой у вас проект или направление, вот ваше любимое, где вы чувствуете, что сильны? Наверное, мое любимое направление, не буду тоже скромничать, это то, чем занималась я, с чем пришла я, это здоровый образ жизни, экология нашего района. И как раз-таки мероприятия, направленные на повышение здорового образа жизни, связанные со спортом, связанные с экологией города, вот это, наверное, такое самое любимое у меня направление, которым бы больше хотелось заниматься и мне. Актуальный тоже. Ну, Алексей, вы как руководитель, у вас, наверное, самое серьезное что-то. Ну, не знаю, насколько серьезное, но вот на данный момент то, чем я больше всего горжусь, вот, из-за того, что сделал нашим советом, это, наверное, каток, облагороженный по адресу Молодогвардейская, 211. То есть, если так посмотреть, ну, у нас есть в городе катки, что такого? Ну, вот, решили мы сделать каток, чтобы вот именно не надо было куда-то далеко ехать, раз вышел, покатался. Выбрали дом, выбрали двор, там замечательная оборудованная детская площадка, и вот решили сделать каток. То есть, мы его расчистили, все, там была куча снега, залили, такой, можно безложной скромности сказать, идеальный такой ровный каток, и до сих пор, по сей день, регулярно, через день ходим, чистим, то есть, содержим его. К чему, почему именно каток? Ну, что вот в этом такого, на первый взгляд, кажется? Ну, я считаю, это придает большой комфорт для жителей. Поначалу сталкивались с проблемами, то есть, даже жители бывало говорили, вот, зачем нам вот это вот дело, лежит там куча снега, и хорошо, не надо нам никаких катков, красота. Вот вы тут будете ходить, заливать вода, лед, это же ужас. То есть, пробились через все, сделали своими силами, залили, чистим, и потом эти же жители пришли к нам, когда мы чистили, помочь с расчисткой, сказали, да, вы были правы, как приятно-то вечером выйти и покататься. Да, вот это действительно так. Ну, что вот это, да, этим можно вот гордиться, это здорово. Потому что даже, когда начинаешь, казалось бы, благое дело, какое-то благоустройство во дворе, да, и начинается, половина жителей завтра, им ничего не нужно, и даже, а зачем это вообще? Ну, это сейчас нормально, это везде так, но с этим можно бороться, и легко. Замечательно. Мне хотелось бы вот только уточнить механизм, нужно ли с кем-то еще согласовывать то, что вы хотите сделать каток, или нет? Или это вот прямо жильцы, или как инициативная группа, могут личными, своими вот усилиями все это сделать, или нет? Нет, на самом деле же, мы все-таки находимся при администрации Ленинского, при городском районе. Любые наши идеи, потому что можно все, что угодно пожелать, надо все делать в рамках возможного, в рамках законодательства. Мы в первую очередь обсуждаем с администрацией. Советуемся, все-таки мы молодежь, но мы в первую очередь посоветуемся, можно ли сделать, а где лучше, а где будет рациональней. Бывает, вот они нас подсказывают, направляют, где надо, где не надо. И как раз я хотела уточнить, как выстраиваются ваши отношения с руководством района, с главой, насколько часто вы контактируете, когда у вас есть возможность обратиться, какую поддержку вы ждете, и чем они могут вам помочь? Ну, на самом деле, проводим мы регулярные заседания нашего совета. У нас нет какого-то плана, вот там, раз в три месяца. Это высылаем советом, а вот именно с руководством? И вот иногда эти заседания проходят у нас как раз с участием главы, с участием нашего замечательного владежного отдела всегда. Всегда мы подходим к нему, Дмитрий Геннадьевич, вот прошло какое-то время, вот хотим отчитаться, что мы сделали, раскрыть наши дальнейшие цели. И подскажите, вот мы регулярно проводим, например, заседание-соседание, бац, заседание вместе с главой. Он нас выслушает, посмотрим, обсудим. То есть у него участие самое прямое и регулярное, это здорово. Когда нас слышит, когда нас поддерживает, когда нас направляет, это классно. Да. На самом деле, вам повезло с главой, потому что он был в прошлом связан как раз с работой с молодежью, у него накоплен определенный опыт, и вам, наверное, повезло, да? Потому что у него такое неравнодушное отношение, он был тоже у нас в студии, как раз говорил об этом, мне запомнилась даже его фраза, что молодежь не обманешь. Это на самом деле так, потому что люди чувствуют, где что. Ну и еще хотелось бы узнать у вас о планах на будущее, не только прям ближайшее, не только вот про бал, а еще про что-то. Как вы планируете мероприятие? Еще такой вопрос, ведь не все можно сделать только на общественных началах. Нужны финансы, какая-то поддержка материальная. Вот вы об этом думаете, и как с этим справляетесь, если что-то нужно? Вот как вы действуете? Вообще не сложно, на самом деле. На первый взгляд тоже казалось. Ой, вот это делать, это надо, это купить, это нанимать, а где деньги, зачем, не надо. Ничего подобного. Задействуя вне бюджетные средства разных спонсоров. И еще самое здоровское, это то, что мы принадлежим к разным общественным объединениям, учебным заведениям. Все можно сделать своими руками. То есть, например, надо какой-то инвентарь, раз, кто-то у себя в университете взял. Надо еще что-то, раз, у себя там в школе или что-то. И вот так-так-так своим силам бываем, вне привлекаем. То есть, в принципе, мы на общественных началах и справляемся. Конечно, рада спонсорам, когда кто-то откликается, помогает. Какие-то компании, фирмы. Это здорово. И иногда идут на сотрудничество. Да, Екатерина, а вам удается свое учебное заведение, высшее, как-то к этому приобщить тоже в качестве спонсора или помощников поддержки? Это нынешнее заведение, в котором я еще являюсь студенткой. Да, а самое главное, это тот резерв, который у нас есть в институте. Это люди. Это те студенты, которые готовы с нами сотрудничать, которые готовы нам помогать на любых проектах. Мы не заставляем ребят приходить и говорить, вот, найдите, делайте. Мы никогда не указываем. Нет. Это абсолютно добровольная основа. Если ребята хотят где-то помочь нам, мы всегда рады помощи. Если ребята хотят где-то поучаствовать, мы тоже всегда их ждем в нашем общественном молодежном совете. По поводу инвентаря, да, конечно. По поводу людей, да. Что-то еще придумать, да. Поэтому студенты всегда рады с нами посотрудничать, а мы только этому и радуемся. Да, ну и Татьяна тоже, наверное. Архитектурно-строительное благоустройство дворов. Мне привезло немного больше. Дмитрий Геннадьевич был председателем профсоюзной организации, в которой я как раз-таки состою. И поэтому, когда я обращаюсь в профсоюзную организацию, там никогда не отказывают. Потому что это помощь району, в котором мы обучаемся и живем. И также это помощь своим старым друзьям, потому что администрация университета все равно, администрация университета все еще общается с Дмитрием Геннадьевичем. Поэтому прямой контакт мы держим. Коллеги. Да, в общем, наработаны у вас и связи, и все понятно. Теперь хотелось бы поговорить, чтобы не создалось впечатление, что у вас такое развлекательное преобладает направление, да. О каких-то вот серьезных вещах и направлениях. Так вот, что входит в ваши, опять же, ну не задачи, но вот что вам кажется важным для молодежи сегодня, не только для молодежи, а для жителей района. Чем вы можете помочь, организовать что-то, что сделать? Ну это в первую очередь, конечно, направлено на повышение гражданской активности, позиции. Это, говорю, очень серьезно. Если нет идеи, если нет позиции у молодежи, то что этой молодежи делать, куда ей податься. Поэтому это очень важное направление, и ряд мероприятий, как вот мы даже показывали, проект гражданин направлен на это. И очень важна социальная сфера, социальная направленность. Как вот с последнего у нас, к Новому году мы решили помочь сообществу детей-инвалидов нашего района. Мы решили поздравить детей с Новым годом путем визита настоящего Деда Мороза Снегурочки. Тоже без лишних затрат нашли костюмы, такие настоящие-настоящие Деда Мороза Снегурочки. Взяли все эти адреса у сообщества и ездили по домам, по квартирам. Просто поздравляли детей. Администрация, конечно, помогла, подарки предоставила, а мы как бы выступали в роли актеров. Работа была очень сложная, кропотливая, там около 40 адресов. В новогодние, в эти дни, в декабрьские, было проехать несложно. Не просто, но мы это сделали, и это, наверное, очень важно, потому что, когда дети подходили, вот в их глазах видите эту радость. Там подходили, там ананас дарили, там просто вот Деда Мороз, раз пришел к ним, вот настоящий Деда Мороз, именно к ним, именно вот под Новый год. Это здорово, классные проекты, вот такие вот проекты, у нас их очень много. Я думаю, это важно, в социальной направленности. А я бы хотела еще к проекту «Гражданин» все-таки вернуться, поподробнее услышать о нем, что это за проект «Гражданин», кто его за вас организовывал. Данный проект организовывал один из участников нашего Молодежного совета, ее, к сожалению, сегодня нет, Екатерина Семочкина. Этот проект направлен на повышение гражданской позиции и на то, чтобы со школьной скамьи дети разбирались и умели пользоваться именно Конституцией. То есть это обучение в форме игры для школьников в основном, направлено оно как раз-таки на изучение различных глав и статей из Конституции, которые чаще всего используются. И все это сделано в легкой игровой форме, то есть непринужденно, проходя элементарные станции, соревнуясь со своими одноклассниками, вы изучаете такой важный документ, как Конституция. Да, правовая и информационная такая задача в этом поле. Да, я соглашусь, что это действительно важно, нужно знать свои права. И, Екатерина, расскажите, пожалуйста, вот вы как секретарь, вот тоже мне интересно, что входит в ваши обязанности, как вы с этим справляетесь? В нашей заседании, помимо того, что мы рассматриваем проектную деятельность, которая осуществляется в нашем молодежном совете, мы также являемся членами общественно-молодежного парламента, где представляется нам функция законодательной инициативы. То есть наши ребята могут внести свои идеи в виде законотворчества, и они также попадут на обработку уже в городскую думу. То есть ребята не заняты просто обычными там играми, проектами и так, непонятно чем. А ребята уже начинают заниматься настоящими законами, пробуют их писать. Да, конечно, это не получается всегда сразу идеально, но с помощью, например, наших будущих коллег-депутатов, я думаю, мы добьемся скорейших результатов. А как секретарь, это введение протоколов, это бумажная работа, но все-таки в ней можно найти тоже огромные плюсы в том, что каждый раз ты лично общаешься с каждым членом нашего молодежного совета, и можешь выявить из них вот какую-то некую идею, которую, возможно, они не озвучили на неком заседании, может быть, они не стеснялись. Мы им помогаем. Ну, самый ближайший праздник, который вот грядет, это 14 февраля, День Веребиленных, вот мне интересно, вы что, это от вас далеко? Или вы тоже как-то к этому приобщитесь, что-то организуете? Для нас близко все, что близко молодежи, хотя праздники языческие, честно, я бы, честно, я не знаю, но имеет место быть. Это здорово. День Влюбленных, надо любить друг друга, создавать пары, создавать семьи, это здорово, на самом деле. Так, шуточка была. И у нас обязательно планируется важное мероприятие, и это День Влюбленных на катке, который мы подготовим, расчистим. На вашем, вот, который организовывает. Пока думаем, мы на этом катке уже провели замечательный день студента, 24 января, думаем провести его все-таки на катке школы номер 132. Мы его тоже активно готовим, чистим, заливаем. То есть это музыка, игры, конкурсы, романтическая обстановка. Ну и самое главное, сейчас мы проводим конкурс, опять же, в нашем интернет-сообществе, конкурс фотографий влюбленных пар. Люди заливают свои фотографии, и наиболее понравившиеся фотографии окажутся победителем. Мы как раз на этом катке наградим вместе с антикафе-пластилином, то есть устроим настоящий романтический подарок. Там, поход в кафе, поход в кино, вот такого рода. Молодцы, продумали, как все до деталей. И вот я хочу поинтересоваться, нет ли проблем с тем, что вот вы все организуете, организуете, а людей приходит мало? Тут вот как-то столько усилий, как вам кажется, что это все так вот интересно и необычно, а публики нет, или отзывы. Вот есть такое или нет? Или на каждое ваше мероприятие, проект, находится круг? Татьяна. Вообще... Вот как оценивать? Вы же ради этого? На каждое наше мероприятие приходят люди. Никогда не было такого, чтобы мы пришли только сами на свое же мероприятие. Конечно, первое время было тяжело найти публику, которая бы доверилась нашей организации. У нас у каждого за спиной есть свои активисты, свой ряд последователей, так сказать, которые посещают все наши мероприятия. И с каждым разом все больше жителей города и района откликаются на призыв посетить то или иное мероприятие. Вот это вот очень важно, обратная связь, чтобы не было такого пустого, да, работы в пустую. И у нас остается чуть больше минуты, Алексей. Я думаю, что вам есть, как руководителю, что сказать. Куда можно обратиться? Обратиться? Вот ваша камера. А, замечательно. На самом деле хочется обратиться с таким неким призывом. У нас все-таки самая студенческая, самая молодежная область, самый студенческий город, край, страна. Хочется обратиться с призывом, чтобы молодежь, ребята, школьники, студенты не сидели на месте, вставали в своих диванов, шли заниматься всем, интересоваться всем, вовлеченными быть во всем надо. И приходили к нам в совет. Наши двери не закрыты, они всегда открыты. Мы всегда всем рады. Все очень просто. И давали наши координаты. Приходите к нам, вступайте, придумайте проекты. Мы именно те двери, те ворота, через которые вы можете реализовать себя и все-все-все свои идеи. Мы всем рады, всех очень ждем. Вперед, терзайте. Спасибо за ваше обращение. Ну, я так поняла, что вы лично отдачу получаете. Вот от своей работы, от этой деятельности отдача есть. Конечно, не без этого. Безусловно. С словами не передать, прям такое удовлетворение. Да, и вот, конечно, чтобы другие это тоже почувствовали, да, вот действительно не сидели, а попробовали. Нужно попробовать. Сначала просто первое элементарное подняться с дивана и прийти пообщаться с такими замечательными людьми. Спасибо вам большое за то, что пришли. Поделились информацией о том, что вы делаете, чем занимаетесь. Удачи вам, эффективности ваших проектов. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok